всем привет сегодня я хочу показать посоветовать макияж именно в школу вообще я свое время в школу не красилась я также могу всем девочкам посоветовать этого не делать от всего что вы мажете из декоративной косметики кожа однозначно изнашивается быстрее и стареет особенно когда вы ее дергаете постоянно я это говорю не просто так я это заметила на себе а не помню в каком классе в классе 10 или 11 я уже именно начала так нормально краситься под нормально я имею ввиду ресницы губы и буквально там румяна какие-нибудь не так как конечно наверное многие сейчас красятся но в любом случае я считаю что если краситься то именно вот минимально просто действительно не начинайте краситься рано потому что лицо это то на что в первую очередь обращают все внимание даже вы когда утром просыпаетесь и смотрите в зеркало мне в свое время тоже еще мой папа говорил что не начинай краситься зачем у тебя и так все хорошо ты косметикой себе испортишь кожу ты из-за косметики раньше постареешь и действительно он был прав только я это поняла через 10 лет вру конечно раньше чем через 10 лет 22 года я уже точно поняла что краситься лучше по минимуму у меня проблемная кожа я все время замазывала прыщи и все время круги скрывала под глазами и тем самым просто можете видеть мало того что она немного дряблая такая не упругая уже и плюс ко всему неравномерный тон не нужно истязать свою кожу раньше времени стукнет вам 50 вот тогда истязайте и сколько влезет а пока молодая кожа я считаю нужно ее питать кремами какими-то уходовыми средствами маслами масками но если вы уж такие упертые и хотите все равно накраситься либо может быть какое-то событие в школе и вы хотите немножко отличаться до от обыденных каких-то дней я советую вам окраситься у меня здесь много всего но я отберу только некоторые продукты для себя бальзам тинт который будет у нас служить и румянами и средством для губ хайлайтер без него никуда тушь а ну и консилер самое главное забыла начнем наверно с консилером блин я зеркало не взяла меня сейчас в квартире такая вонь если бы вы знали проснулась очень рано сейчас уже обед я решила просто покушать но дома как обычно не оказалось ничего подходящего такого чтобы быстро можно было что-то сделать тем более уж готового и до полина сообразила нашла горох мясо и решила поджарить горох мясо еще ладно горох я в общем спалила сейчас у меня сплошная вонь мужчинам могу на заметку такое средство порекомендовать чтобы они девушкам своим может быть подарили мало того что это средство делает губки ягодками так еще и не отпечатывается на том кого вы целуете не съедается на щеки так на глаза на губы да кстати про щеки я как обычно не переборщить это не про меня уже лицо свежие мне уже и так нравится но глаза у меня немножко потерялись я обожаю хайлайтеры последнее время их полюбила даже не знаю почему но они так роскошно подсвечивают все что ты хочешь практически закончился эльф покупала его ну чтобы не соврать года четыре назад если хотите что-то бюджетное вполне мне кажется я конечно пользовалась по совместительству еще и другими всякими но и им тоже очень даже часто пользовалась он суперски пахнет апельсином наносится идеально он кремовый я еще замажу немножко свои следы от прыщей я вижу что уже более-менее я бы и так бы пошла бы честно я сейчас даже ненавижу краситься и очень редко это делаю в жару я советую вам прокрашивать верхние ресницы причем уголки получается кошачий взгляд я думаю вам в принципе заметно разница нижние ресницы я уже давно не крашу мне это дело не нравится все воля ничем не отличается практически от моего повседневного макияжа а вообще советую вам перестать краситься либо вообще не начинать просто к вам привыкли к накрашенной а стоит вам только перестать краситься и все люди начнут замечать какие-то изъяны что-то вам говорить и это будет вас расстраивать поэтому я и советую не начинайте потому что все естественно мы и так красотки мы и так нравимся парням мы и так нравимся людям главное что у нас здесь и здесь они не внешне 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 конечно нужно выглядеть хорошо но лучше выглядеть опрятно лучше выглядеть ухоженно и это будет намного круче остатки тинта снимать мокрой салфеткой и наносить обязательно бальзам цвет остается и еще придается блеск плюс ко всему поэтому меня отвлекли пошла на кухню и вообще забыла что я что-либо снимала я уже начала кушать и потом вспомнила что не записала концовку так что вы сами понимаете да кстати еще знаете что люблю водную линию дополнять карандашом заполняем межресничное пространство на водную линию верхнего века так глаза выразительнее становятся